Сегодня в четвертом часу ночи в аэропорту Кольцова нажратый 31-летний украинский тележурналист Антон со смешной фамилией Белоусов, ведущий передачи «Моя правда», прилетевший к нам в горы из Киева на 190-м Эмбрейре в сопровождении двух операторов, учинил антирусскую вакханалию. Как сообщают очевидцы, он пьяный скакал по таможне и что-то кричал про москалей. Вы мне, гады, еще за Севастополь отведите. Не стреляй. Поначалу можно было подумать, что известный в Киеве гламурный журналист прилетел к нам в горы, чтобы снимать что-то антирусское, ну типа на злобу дня. Коль скоро Антон с русской фамилией обзывал наших силовиков москалями, можно было заподозрить, что он прихвостень майданутых бандеровцев. Более того, Белоусов с пьяных шар обвинял сотрудников Кольцова в том, что они его задержали не за то, что он в хламищу, а якобы за то, что он гей, на чем он, собственно, сам настаивал. Да ясно, что этот заднеприводный аспект вообще не имел значения. Если ты нажрался, матерился, да еще и выражался антирусскими словами, пофиг, гей не гей, а, кстати, гейнее был не гей. Антона Белоусова доставили в ЛОВД Кольцова, оформили по 20.1 КОАП за мелкое хулиганство, выписали протокол на оплату штрафа в одну тысячу рублей, с чем Антон согласился. Да и отпустили его в город. Теоретически за москалей бухой киевский журналист мог и ответить. Силовики могли заподозрить, что он, допустим, нарко-чемодан и отправить на клизму. Да мало ли как русские сейчас могут поступить со своими братьями-украинцами. Все же смешалось. Но Антона не тронули, а просто выпустили в Екатеринбург. Позже выяснилось, что в уральскую столицу он прилетел не за политической антирусской чернухой, а исключительно по культурной линии, чтобы снять репортаж о екатеринбургской певице Марии Кацевой, которая блистательно выступила на Украине в четвертом сезоне программы «Х-фактор». Мария эту информацию подтвердила, но сообщила, что ночью украинские съемщики были вообще никакие, потому отложили съемки на сегодняшний вечер и ушли спать. Вот такая обычная журналистская история и никакой политики.